Дмитрий Барбаш После четвертого курса в Алматинском художественном училище нас, как показателя студента, за госсчет повезли в Москву и Ленинград на практику на два месяца. После этой практики я приехал сюда. И после этого я решил построить башню. Свою родовую башню Мурат Полонков построил во дворе собственного дома. Заслуженный художник России сам Тесалкамний готовил раствор по старинным технологиям. Теперь это местная достопримечательность. Но займет ли она место в будущих туристических справочниках, Полонкоев пока не знает. Хорошо сегодня, хоть это уже додумались, что нужно делать. Это же большое дело. Тогда не нужно бы нам искать в других местах работу. Была бы работа после открытия, после завершения строительных работ, было бы людям много мест работать. Было бы выгодно для республики, для государства. Мастерской Полонкоева не только кисти и картины. Художник воссоздает и оружие предков. Все в точности, как оригинал. И стреляет оно, как и несколько веков назад, точно в цель. В Ангушетии стреляет сегодня не только антикварное оружие. Кадры перестрелок, подрывов машин, нападений на блокпосты. Телевизионный сюжет рассказывает не о мирной жизни, а об успешно проведенных спецоперациях. С левой стороны замок Исмаиловых. Чуть дальше средневековый замок Таргим. Умалат Гадеев показывает другую мирную Ангушетию. Главный археолог республики знает здесь каждый камень. Как считает ученый, памятники архитектуры тоже должны войти в туристический кластер. Вот, например, один из древнейших христианских храмов на территории России. Он имеет, конечно, ключевое значение и вызывает большое интересное, в том числе и у туристов. И не случайно я с 2007 года, проводя здесь археологическое исследование, очень часто оставлял свои лопаты, чтобы проводить небольшие экскурсии для туристов. Парапланы, сноуборды, горные лыжи – десятки миллиардов рублей. Должны сделать эти места раем для туристов. Въезд сюда пока, правда, по спецпропускам – это погранзона. Сегодня здесь редких путников встречают разве что горные птицы. Строить горнолыжный курорт Цори планируют здесь, у подножия горы Цори-Лам, поэтому он и получил такое название. Сейчас, как мы видим, никакие работы здесь не ведутся, есть только их проект. По нему за моей спиной возведут жилые корпуса для туристов, а также канатную дорогу. Сами трассы для катания будут уже по ту сторону хребта. Эти кадры примерно годичной давности. В Сунжинском районе Ингушетии российские силовики проводят спецоперацию. Тогда удалось задержать боевиков, причастных к теракту в московском аэропорту Домодедово. Сад заложил для гостей, для всяких. Это тоже Сунжинский район, только несколько дней назад. Истрапил Чанеев показывает свои владения. Здесь нет пятизвездочных гостиниц, зато отдых обещает быть эксклюзивным. Комнаты в своих домиках Истрапил готов сдавать за очень умеренную плату. Есть даже самовар. Домашний сыр, хлеб и лепешки – чем не завтрак туриста, считает Истрапил. На этом склоне, кроме нескольких соседей, сегодня больше никто не живет. Конечно, медом угощу. Тут у меня пруд открытый, пруд открытый. И на пруд поведу, и там рыбачить будут. Так что им будет приятно. Все, будем работать. Готовить кадры для туриндустрии решили прямо в республике. Преподаватели Московской академии будут учить ингушских студентов основам туристического менеджмента. Ректор вуза лично приехал в Ингушетию, чтобы оценить обстановку. Я сам здесь езжу с своим деканом, женщиной. И мы видим, что в Ингушетии ситуация стабилизировалась очень серьезно. Вот у тебя выбор. Или ты занимаешься нормальным бизнесом, выстраиваешь свою жизнь, своей семьи. Ну или идешь в горы для того, чтобы, вполне возможно, просто получить пулю в лоб. В Жейрахском районе уже начали пробивать дорогу к будущим стройкам. На этом склоне появится целая сеть гостиниц. Обслуживание обещают, как в Европе. Только винную карту могут исключить. В Ингушетии сегодня вообще действует негласный сухой закон. Мы вчера приехали, тоже хотели найти спиртное и немножко отметить свой приезд. Действительно, такая проблема есть здесь, присутствует. Мы хотим, чтобы люди, которые сюда приезжают, они приезжали не для того, чтобы напиться. Эта возможность есть где угодно, правильно? Не надо лезть в горы, не надо все с собой тащить. Номера с видом на горы бронировать сегодня не надо. В санатории Армхи свободные места всегда в наличии. Гостиная, спальня, ванная комната и колючая проволока на въезде в дом отдыха. Очереди из иностранных гостей пока здесь не видно. Основное местное население у нас отдыхает. У нас лечебная зарядка, 56 номеров у нас. Это номер какого класса? Это средний люкс называется, люксовый номер. Он стоит 3000 в сутки. В эту сумму входит трехлаза питания и медобслуживание. Он и сегодня готов снова выйти на знакомую тропу. До распада Советского Союза Олег Евкуров водил туристов по этим горам. Пешком из Чечни в Грузию. Желающих было как звезд на ночном кавказском небе. Сегодня небо затянуло облаками. Конечно, желающих много сюда приехать. Ну вот это, что у нас в прессе, по телевидению, что передают на Северный Кавказ, Северный Кавказ. Ну, отпугивает, конечно. Надо кому-то напряженку это создавать и все. Сколько здесь вот прикомандировано у нас со всей России временно-оперативной группировки. Зачем они? Это совещание по вопросам развития туризма Юнусбек Евкуров проводит прямо в вип-зале аэропорта Магаз. За 15 минут до отлета московской делегации глава Ингушетии успевает обсудить главные вопросы. Встреча проходит вне графика. Короткое интервью нашей телерадиокомпании Евкуров дает на ходу, буквально в дверях. Задача номер один сегодня для себя, для жителей республики сделать все максимально, чтобы жители республики отдыхали. А потом уже потихоньку люди будут смотреть и потихоньку из регионов России подтянутся, и за границы приедут. Мы возродим то былое и нарастим это былое современными такими брендами туристическими. То есть в недвижем на открытие комплекса можно приехать будет, да? Да, и можно даже покататься в конце ноября. Одна только Ингушетия в курортном поле не воин. Чтобы туристы действительно поехали в республику, нужда стабильность на всем Северном Кавказе. Недавние взрывы в Дагестане еще раз показали, насколько хрупкий мир там сегодня. И сколько средств потребуется, чтобы коренным образом изменить имидж региона, пока никто не считал. Дмитрий Барбыш, Анатолий Романов и Михаил Четверяков. Вместе из России.